Всем добрый день! Ну, как вы уже догадались, что я нахожусь в Хорватии. Это страна, в которой я люблю проводить свой отпуск на море. Я уже здесь, наверное, в седьмой или восьмой раз, но мне нравится. И по приезду в Хорватии я всегда люблю готовить одно блюдо. Это кальмары. Оно, в принципе, очень простое. И именно его я вам сейчас покажу. Слышите, да, как цикады поют? Сейчас я вам еще одну вещь покажу, потому что не могу не удержаться. Ну, это вид у меня с балкона. Здесь растут оливковые деревья. Здесь какие-то цветочки непонятные. И что самое интересное, обратите внимание, это инжир. Это инжир. И посмотрите, какого он размера. Он почти размера с небольшую грушу. Он еще спеет. Я уже более спел и снял. Хотя там далеке еще есть. Ну, всего понемножку. Ну, поехали готовить. Вот я четыре штучки буквально для супруги сорвал. Я думаю, она их осилит. У количества продуктов у меня минимально. Здесь ничего особенного такого не нужно. Буквально вот немного росмаринов не понадобится. Росмарин растет в Хорватии, как сорняк. Вот. Вот напротив кустарник. Я говорю, куда ни плюнь, везде росмарин. Вот еще пару кустарников. Понадобится перец. Ну, и понадобится чеснок. Соль, само собой разумеется. Вот, в принципе, и все в основном. Теперь нужно приготовить курт-бульон. Курт-бульон – это не что иное, как... Ну, у меня, скажем так, простая версия, потому что все-таки в отпуске у меня много чего нет с собой. Но такие вещи, как лавровый лист, можжевелы, ягоды и гвоздика у меня, в принципе, всегда с собой. Кальмары я уже разморозил. Здесь у меня килограмм. Хорошо обязательно промыть, потому что в кальмарах находится очень много песка. Бульон у меня слегка пересолен, слегка, и отправляю кальмары в этот бульон. Дам бульону закипеть и поварю кальмары буквально 2 минуты. Бульон закипел, кальмары поварились 2 минуты, и теперь я этот бульон сливаю. Далее кальмары отправляю обратно в кастрюлю и охлаждаю холодной водой. Нам нужно обязательно прекратить процесс варки, чтобы кальмары у нас просто не стали резиновыми. Ну а далее я начинаю чистить кальмары. Вот обратите внимание, у кальмаров имеется такая хитиновая хорта. Если кальмары немного крупнее, то она с двух сторон. Если такие небольшие, как у меня, то с одной стороны. Их, в принципе, очень хорошо видно, или можно нащупать с этой или с этой стороны, в зависимости от размера, как я уже сказал. Я себе позволю разрезать кальмары, посмотреть и смыть. Далее у кальмаров, то есть вот у этих частей, где щупальцы, я обязательно удаляю клюв. Ну клюв его видно, если я сейчас нажму. Вот он вылазит, клюв. Клюв убираю, выбрасываю. Ну и избавляюсь также от глаз. Глаза, они здесь. Вот и все. И так обрабатываем все последующие кальмары. На камеру я вам это не буду показывать, потому что занимает какое-то время. Да, как я уже сказал, сейчас обязательно кальмары точно так же очень хорошо еще промыть. Потому что после варки песок, все еще находящийся в них, он уже будет потихонечку отходить. Поэтому обязательно хорошо их промывайте, чтобы песок потом не скрипел. Ну после того, как я все кальмары почистил, они чистенькие, шилковистенькие. Сковородочку я раскалил. И теперь я добавлю масло. Не нужно добавлять сначала масло, а потом раскаливать сковородку. Этого делать не нужно, потому что масло будет гореть, масло будет становиться вязким. Как вы видите у меня, ну я в гостях, конечно, скажем так, конфорочки очень маленькие, очень слабенькие, не подходят совершенно к моему покрытию. Но тем не менее, будем работать с тем, что имеется. Маслечко не жалеем. И на сковородочку. Добавляю росмарин. Да, и очень важно с росмарином аккуратнее. Не нужно сразу целый кустарник. Немножечко, совсем чуть-чуть. Этого будет достаточно. И после того, как вы его уже немного обжарили с кальмарами, удалите его. Потому что он уже свой запах отдал. Чем больше у нас будет находиться в сковороде, тем интенсивнее он будет добавить свой вкус дальше. Поэтому после приготовления сразу мусорку. Как лавровый лист. Добавляю чеснок. Еще немного присаливаю. И обжариваю не сильно. Слегонца обжариваю, придаю легкий колер и все. Можно поперчить. Я уже заранее сделал соус айоли. Это не что иное, как просто майонез, тертый чеснок, немного лимонного сока и в тостере поджаренный хлеб, который я в дальнейшем разбил на крошки и добавил в соус. Ну вот и все, друзья. Я надеюсь, это видео было вам полезным. А я с вами прощаюсь и до новых видео. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok